Социальная поддержка вынужденных переселенцев продолжается. Белгороднестровский центр занятости уже не в первый раз организовывает выездные акции. Их цель – помочь людям найти работу. На этой неделе встречи с беженцами прошли в трех санаториях поселка Сергеевка. Именно здесь проживает наибольшее количество пострадавших из Луганской и Донецкой областей. Сегодня непосредственно здесь с той целью, чтобы люди не выезжали в город, не тратили материальные средства. Мы пригласили социальных партнеров, это Пенсионный фонд Украины. Мы пригласили также представителей-работодателей Южной РКК, которые на данный момент набирают рабочую силу. Они расскажут о том, какие у них есть актуальные вакансии, расскажут о социальной сфере, о социальном пакете. Для удобства в каждом из санаториев, где проходила акция, развернули по две точки. Информационная палатка на улице и стол приема в самом здании. Буклеты, перечень вакансий и организаций, адреса и телефоны работодателей. Специалисты социальных служб на месте отвечают на вопросы. Рассказывают, что возможно пройти и обучение, если работы по своей специальности пока нет. Проживание мы обеспечиваем, либо компенсируем проезд за каждый день. То есть условия отличные. Вот перечень курса. Мы просто оставим, чтобы вы эту информацию знакомили. Если вас с тобой будет интересоваться. Это внизу, вот сюда вам звонить, если что-то, да? Да, да. Либо перейти. Вот наша адреса, Беженского, 12. Однако, пойти на курсы от центра занятости могут не все. Пример тому Светлана. Пенсионерка приехала из Донецка с братом-инвалидом. Пятый месяц живет в санатории Спиранца. Здесь же получает трехразовое питание. Волонтеры привозят одежду, лекарства. Пенсия начисляется в срок, а освоить профессию парикмахера захотела для себя. Работать пока не планирует. Просто для себя. Потому что еще два внука дома. Три внука. Там остались? Да, там остались. Два зятя. И вечная проблема с этой подстрижкой. Все дорого. И я думаю, на старости лет решила бы научиться, да, чтобы своих обслуживать мужчин. Для тех, кто все-таки решил пойти на работу, свободные места имеются. Наиболее востребованные рабочие специальности. Уборщики, слесари, наладчики, продавцы, официанты, повара. А еще врачи, рассказывает начальник отдела взаимодействия с работодателями центра занятости. В центре занятости сейчас более 80 вакансий. Из них три вакансии с наданием житла. Всего по области это близко 70 вакансий с наданием житла. Всего в тот день консультации по вопросам трудоустройства и пенсионного обеспечения получило несколько десятков беженцев. Но сколько обратившихся действительно устроиться на работу, сказать сложно. Подходило 25 человек ко мне, которым я рассказала о нашем предприятии, что мы выпускаем рыбные консервы. Предложила им вакансии, такие как мастер участка цеха, инженер-технолог, инженер-бактериолог, инженер-технолог, производственная лаборатория и разнорабочие для мужчин и женщин. Переселенцы из Донецкой и Луганской области. Многие работали на шахтах, многие работали геологами. Их интересуют, они с высшим образованием, их интересуют работы геолога, шахтаря, верный кайс на украинском. Поэтому мы им предлагаем ту работу, которая есть у нас на рынке труда. Если они не могут ее выполнить по своим профессиональному опыту, мы, естественно, им будем предлагать обучение рабочим специальностям, которые на сегодняшний день очень востребованы. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, вынужденным переселенцам из зоны АТО и Крыма предоставляется ежемесячная денежная помощь. Она предусмотрена для покрытия расходов на проживание, оплату жилищно-коммунальных услуг. Пенсионерам, инвалидам и детям положено 884 гривны, работоспособным – 442. Однако, если в течение двух месяцев трудоспособный человек не устроился на работу, выплата в последующие два месяца уменьшается на 50%, а затем и вовсе прекращается. Однако, как говорят сами работодатели и специалисты Центра занятости, найти себе работу в нашем регионе по тем или иным причинам переселенцы пока не спешат. Подробнее об этой стороне вопроса мы расскажем в наших следующих выпусках.